Сообщение о том, что в одном из уличных автоматов льется артезианская водичка с соляркой, появилось в социальных сетях. Эта новость взбудоражила горожана, ведь многие покупают воду именно там, а таких аппаратов в городе около сотни. Недовольный житель пожаловался, что в автомате, которая стоит на улице 850-летия, вода пенилась и неприятно благоухала. Он предположил, что в резервуар с водой попала солярка. Мы решили доехать и посмотреть, так ли это. Сейчас мы сами проверим, пенится ли вода и есть ли какой-то посторонний запах. Никакого постороннего запаха нет и вода не пенится. Все нормально. Люди подходят и наливают. Местные бабушки тоже не в курсе беды, якобы нарисовавшиеся возле их дома. Про солярку в автомате ничего не слышали. Воду они покупают, как и раньше. Правда, берут понемножку, литр-два, потому что 5 рублей за литр для пенсионеров дорого. Берут я, наверное, недели полторы. Деньжик не жалко? Жалко. Но все равно покупаете? Ну, я покупаю, потому что я, например, знаю, что я выпью не очень много. На чай я себе вскипячу. У меня есть этот кувшин, вот этот, из кувшина. А на суп я беру хорошую водичку, чтобы он был вкусный. В региональном Роспотребнадзоре нам сказали, что на качество воды в автоматах им никто не жаловался. Не было ни одного обращения за последние два года. А нет жалоб, нет проверок. Даже плановых. Данный вид деятельности у нас не подлежит лицензированию, к сожалению. Поэтому они должны сами делать производственный контроль, сдавать воду на качество. То есть вся ответственность лежит на нем. Съемочная группа рискнула не просто налить водичку из того самого аппарата, но и угостить коллектив. Мы решили вскипятить эту воду и попить чай. В эксперименте участвуют только девочки. Мальчиков мы наших побережем, потому что у них все-таки 23 февраля впереди. Посмотрим, что с нами будет завтра. Вот и настало долгожданное завтра. Мы пришли на работу. И после вчерашнего чаепития чувствуем себя превосходно. Представители компании, чей аппарат стоит на улице 850-летия, заявили, что иначе и быть не могло. В качестве своей артезианской воды они уверены на все 100. После звонка недовольного жителя на горячую линию группа специалистов сразу выехала на место. И никакого резкого запаха в автомате по розливу обнаружено не было. Скорее всего, мужчина пошел за водичкой с бутыльем, в которой раньше хранился бензин. При встрече с клиентом, тот, который нам жаловался, мы забрали ту бутылку, которую он налил в воду. Вот данная бутылка, которую мы взяли у нашего клиента. Если ее открывать, действительно запах не солярки, а бензина. Такого в наших автоматах категорически исключено. Доступ к автомату имеют только водители и техники. Внешне никакого воздействия к автоматам нету и никогда не может быть. И все-таки пробы воды из того самого автомата в лабораторию сдали. Компания хочет доказать своим потребителям, что ее продукт безопасен. Результаты будут готовы уже на следующей неделе. А недовольный клиент уже сегодня получит две бутыли с чистой артезианской водой. Потребителю ее доставят прямо на дом. Возможно, свою проверку проведут и надзорные ведомства. Было бы неплохо, если бы во Владимире исследовали воду во всех уличных автоматах. Ведь мы не знаем, что покупаем и пьем за свои деньги. А кто может гарантировать добросовестность предпринимателей? Никто, кроме них самих. А в это не очень-то верятся.